Ну а теперь о, пожалуй, их лучшем подарке с национальным колоритом, который не только украсит, но и согреет в холодную зиму. В нашем следующем сюжете речь пойдет о джурабах – старинное бештинское искусство. По их вязанию передают из поколения в поколение жительницы села Шушановка, Кокетерёртовского района. Рукодельницы вяжут шерстяные носки, соблюдая многовековые традиции предков. О тонкостях ремесла или как сохранить народный промысел узнал Гаджимурад Зеудинов. Ловкость рук, сноровка и терпение, а еще старинные песни, под которые рукодельницы села Шушановка, Кокетерёртовского района, вяжут национальные джурабы. Своего рода бештинское развлечение. Многовековые традиции передаются из поколения в поколение. Вязанием занимаются переселенцы из Цунтинского района и Грузии. Молодые девочки. Надо было чем-то подняться. В то время пришли они. Не было работы, ничего не было. И пришлось этой рукоделью, этой искусствой заняться пришлось. Вот так и пошло. И это все передалось от наших родителей, бабушек, матерей наших. Чесалка, веретено, прялка и спицы. Все, что нужно для создания маленького шедевра. К примеру, вот эти сапоги. Своеобразные бештинские валеньки. Раньше вязали целый месяц. Однако сложный орнамент и технику вязания нынешняя молодежь утратила, рассказывает Патимат Магомедова. Шерстяная обувь уже стала музейной редкостью. Их носят на свадьбах под национальные костюмы. А вот джурабы, или как еще их называют цунтинцы-могия, можно связать всего лишь за три дня. В работе используют шерстяные и синтетические нити. В молодежной среде также популярны длинные носки. Техника вязания такая же. Это молодежь делает тоже. Вяжут, делают техника вязания. Это чисто шерстяные. Бештинские рукодельницы бережно относятся к своей истории. Здесь же можно увидеть старинную люльку, кстати, также украшенную поделками мастериц. В районной библиотеке также открыли экспонат старинной горской домашней утвари. Наша районная библиотека работает по многим направлениям деятельности. Экологическая, нравственно-эстетическая. Но основное направление деятельности нашей – это патриотическое воспитание. Сохраняем народное творчество, культуру. Приглашаем к себе в библиотеку жителей разных сел. И представляем, приглашаем детей со школ. Чтобы сохранить народный промысел, библиотекарь из Шушановки Патимат Магомедова даже написал реферат на тему «История и жизнь моего села». Здесь можно ознакомиться с техникой вязания джурабов и шерстяных носков. А еще предприимчивые бештинки создали в Инстаграм свой аккаунт, где можно приобрести изделия рукодельниц. Гаджум Радзи Авдинов, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров и Иисуп Гази Амаров. Время новостей. Кизил-Юртовский район. Кизил-Юртовский район.